Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Привет! Очень по вам я скучала. Обещаю, что сейчас мои видео будут выходить чаще. У меня появилось больше свободного времени для этого. Слава Богу, такой мега напряженный период моего времени. Закончился. Это замечательно, потому что впереди нас ждет много нового. Итак, сегодня будет видео, очередные мои похвалюшки о том, что я себе купила. И, как обычно, небольшая предыстория. Я, значит, тут собиралась, еду по делам, и какой-то черт меня дернул слушать радио. Девочки, я никогда не слушаю радио. Ну, как никогда. Конечно, я его слушаю, но это бывает раз в месяц, когда меня уже начинает тошнить от моего плейлиста. И я включаю на телефоне радио и слушаю. И иду, значит, я такая на каблуках с сумками с огромными. Иду, и какое-то радио, Европа Плюс, по-моему, или Хит.ФМ. Или Европа Плюс, или Хит.ФМ, не помню уже. И вдруг заканчивается песня, и я слышу ревгош. Ну, у меня, как у всех больных людей на косметику, вы меня знаете. От слова ревгош, у меня ревгош, это как собаки фас. Ревгоша. Я такая, о, что-то важное. И тут сладкий такой женский голос говорит, что... В общем, голос говорит, что, дорогая Вероника, фирма Dior наконец сжалилась над тобой. И она наконец-то завезла в Россию те духи, которые ты тщетно искала здесь три года. И похоронила уже просто на кладбище своих несбывшихся мечтаний эту вещь, которую ты мечтала. Потому что ты думала, что ее уже больше никогда не выпустят, так как это была лимитированная версия. Но Россия для Dior, как оказалось, отсталая страна. И то, что в Dior было уже три, почти четыре года назад, только сейчас появилась в России. В этот момент, вот меня когда спрашивают, Рейган, когда ты была счастлива в последний раз? Вот теперь и в последний раз я была счастлива ровно вчера, когда я в девять утра услышала, что в магазинах Ривгош теперь появились мои любимые духи, девочки. Я не могу выразить при всем своем актерском таланте свою радость. Это нереально. Девочки, это серьезно. Эти духи мне подарили, ну, кто не понял, кто не понял, это Мисс Диор Шири Блюминг Букет. Да, это мои самые любимые духи. Когда меня спрашивают, Рейн, какой твой любимый парфюм, я всегда отвечаю, Елисейские поля Герлен. Почему я так отвечаю? Потому что я думала, что эти духи Dior уже никогда не выпустит, потому что это была лимитированная коллекция 2008 года. Эти духи мне привезли из Франции, и это было всего 50 миллилитров, я их использовала, и у меня осталось на донышке ровно вот столько. И когда мне хочется вспомнить одно из самых лучших, один из самых лучших периодов моей жизни, я специально оставила несколько там грамм 10, 5 этих духов, 5, наверное, грамм этих духов. И я их открываю, и я чувствую этот запах, и я снова уношусь просто туда, где мне очень хорошо. И тут Диор наконец-таки сжалился надо мной и довез до нашей России-матушки мой самый любимый парфюм. Так что почему я всегда говорю, что мой любимый парфюм Елисейские поля, да, он тоже мой самый любимый, но я просто уже думала, что эти духи можно похоронить в моей памяти и их никогда не выпустит. Девочки, это лучший запах в моей жизни. Я могу носить его куда угодно, я могу с ним пойти гулять, могу с ним пойти на пляж, могу с ним пойти в ресторан, могу с ним никуда не пойти, могу с ним лечь спать, могу с ним начать утро. Это просто, это мой запах. Я не знаю, как по-другому сказать. Это самые-самые мои любимые, самые лучшие духи, которые я когда-либо вообще пробовала. Пробовала. Единственное, что меня немного огорчает, что все-таки это Эдотуалет. Эдотуалет. Но Диор Эдотуалет это не парфюм Эйвен, то есть он все-таки будет посильнее. Самые, конечно, большие жалобы на него в том же интернете, что он достаточно нестойкий. Ну, так как это Эдотуалет, я его все-таки так подбрызгиваю в течение дня достаточно часто. Но при этом, если душиться, как я помню, вечером, ну часов там, не знаю, в 7 вечера, в 6-7 вечера, то до ночи он на вас спокойно будет. Это я... У меня даже нет слов. Я даже не стала открывать описание этих духов, не стала читать, что это свежий букет пионов, там какие-то мандарины. Мне не важно, какие там мандарины, мне не важно, какие там бергамоты, это просто чума. Девочки, так что, кто меня любит, кто хочет хотя бы чуть-чуть больше понять меня, бегом в магазин, открывайте эти духи, вспоминайте никакого о себе. Это просто, я не могу, это запах моей жизни, это... Я не знаю, как его описать. Здесь настолько перебивают тебя эмоции, что, ну серьезно, неважно, какие там у него составляющие. Да, составляющие пион, пион и такие вот всякие легкие очень цветы. Что мне в нем нравится? Мне нравится, что это первый запах, который я вообще вот попробовала, чтобы это был реально цветочный запах, но при этом легкий, потому что в цветочные запахи очень часто добавляют такой забойный цветок, который как бы дает вот эту вот стойкость. Здесь такого цветка нету. Это абсолютно легкий, весенний, летний, зимний, не знаю, осенний. Это, ну, этот запах, не знаю, его нужно либо вот очень сильно полюбить, либо вообще не пользоваться, чтобы просто не портить, чтобы просто не портить ауру этого парфюма. В общем, я не знаю, слава богу, я не стала снимать это видео вчера, потому что тогда бы я просто разнесла ноутбук, камеру и вскрыла ваш мозг, потому что я вчера скакала как дура, я позвонила тут же маме, я говорю, мама, ты представляешь, что выпустили, ну что? Я говорю, мы не стершили влюбленный букет. Это, девочки, ну это потрясающий запах. Это реально, я не знаю, как этот запах может не нравиться девчонкам, ну я не понимаю, это вот запах влюбленности, это запах молодости, это запах свежести, это запах какой-то чистоты, это запах надежд, это запах мечтаний. И я не знаю, как это описать. В общем, я теперь просто самый счастливый человек, потому что, серьезно вам говорю, я очень расстроилась, когда у меня этот запах, первая моя бутылочка стала заканчиваться, и я поняла, что подстава подстав, и этого запаха нет в России, его нет, его просто нет. И буквально где-то полгода или год назад я заходила на сайт Диора, и в европейских страницах именно для Европы, там этот запах был, влюбленный букет. И, в общем, я была в полнейшей печали, потому что в Дьюти Фри я его не нашла, нигде я его не нашла, и тут просто Европа Плюс, Ревгош, огромный вам респект и уважуха, что вы, пускай через 4 года после выпуска этого запаха, там через 3, но все-таки его вернули сюда, и Вероничка теперь самый просто, самый счастливый человек. Мне теперь, я не знаю, мне теперь ничего не нужно, ну, может быть, мне только еще нужен пилинг Эвсен Лоран, он очень крутой, но вот это чума, девочки, очень советую. Если вы в поиске свежего цветочного запаха, обязательно, обязательно сходите, попробуйте. Он стоит того. Он вот такой ненавязчивый, но при этом индивидуальный, ну, в общем, чумовой. На лето он подойдет просто офигительно. Да и на зиму он тоже хорошо подойдет. Так что я с этим запахом была год, и теперь я с этим запахом буду просто всю жизнь. И что-то вот я взяла 100 миллилитров, и я уже думаю, что, пожалуй, надо сходить в магазин и купить еще 100 миллилитров, и поставить их себе в шкаф, чтобы точно этот запах всегда был со мной. И пускай Диор переведет этот запах из лимитированного в постоянный, потому что это просто лучший запах, который у меня был. И теперь все остальные духи просто меркнут, и мне даже не хочется на них смотреть. Только он, только-только-только мисс Дёр Шери Блюман Букет. Вот. Отдельное спасибо. Отдельное спасибо. Отдельный привет. Я хочу передать одной из замечательной девушки, консультанту магазина теперь уже Риф Гош, потому что, если я не ошибаюсь, раньше вы работали в другом магазине. Большое вам спасибо и комплименты за мое платье. Как-то я сразу вам не сказала, я побежала. В общем, эта девушка поймет. Рада была встреча с вами. Думаю, мы с вами еще частенько будем встречаться, потому что очень я люблю ваш магазин. Долго я его не посещала. А тут просто Риф Гоша этим Диором меня... Это был просто выстрел в сердце, в висок и куда только угодно. И это была, девочки, это была покупка вот сумасшедшего человека. Слава Богу, что у меня в кармане были деньги. И если бы у меня их не было, я бы пошла, я не знаю, куда. Я бы просто задушила папу, маму, если бы у меня не было своих денег. Я бы просто всем вынесла мозги. Я не знаю, что бы я сделала. Но я услышала. И ровно через 10 минут, девочки, ровно через 10 минут, после того, как я услышала эту рекламу, я уже стояла в Риф Гоши на кассе. Так что это просто... Это именно моя история этого парфюма. У вас, наверное, он не вызовет таких же бурных эмоций, но для меня это просто вот... Это что-то с чем-то. В общем, большое спасибо за просмотр. Всех вас люблю, целую. Извините, что я 11 минут вашей жизни потратила на описание и описание своих эмоций от парфюма. Ну, я знаю, что вы любите мое видео, где я болтаю, и вы просто любите меня, и любите посмотреть, что же я там вообще такое несу. Так что я думаю, вам это видео понравится. Мне, кстати, кажется, я сегодня даже выгляжу в стиле... Кофточка у меня явно в стиле мистер Шири. Вот. Вот. Всех вас обнимаю. Всего вам самого лучшего. Теплых летних деньков. Не забывайте, что половина лета уже прошла. Так что давайте еще одну половину лета проведем так, чтобы нам было не стыдно за лето 2011 года. Все, прощаюсь с вами. Нет, не прощаюсь, а говорю до свидания. Потому что моих видео теперь будет больше. До встречи на моем канале. Пока. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok